Все, мы установили, поэтому мы продолжаем изучать книгу о человеческих достоинствах, пути праведников. Это у нас уже сегодня 14-е врата, 14-е качество, мы подробно разбираем. И сегодня второй урок по качеству зависти. Значит, зависть, мы очень хорошо разобрались про зависть, что с одной стороны, значит, зависть это ветвь гнева, и никто не избежал ее. Это такое качество, которое Всевышний впечатал в человека, как инстинкт размножения, да? То есть, что делать? Есть этот инстинкт размножения, но куда ты его будешь использовать? На кого ты его направишь в инстинкт размножения, да? Или ты его направишь на то, чтобы делать детей, и нормально, ты населяешь мир, у тебя там много детей, и ты очень прямо делаешь это с намерением, чтобы выполнить волю Всевышнего, заповедь, или там удовлетворить жену, тоже митцва, заповедь. Есть такая заповедь, чтобы для женщины, ну, женщина в нее Всевышний просто вшил вот эту потребность, желание, и тем самым он ее привязал к мужчине. Это очень тоже интересная вещь, что вот этот вот инстинкт, он как бы, он есть, это сила, это вектор, который заставляет человека двигаться, инстинкт размножения. Но куда уже выбирает сам человек, как эту силу использовать? Или использовать ее для приближения ко Всевышнему, для святости, или использовать ее для разрушения мира, себя, там, некоторые из-за этого в тюрьму садятся, да? Некоторые, не дай бог, там, детей начинают собрать. Ну, то есть, человек может это использовать вплоть до ужаса, и сесть из-за этого в тюрьму на всю жизнь, или там, не дай бог, убить кого-то. Или же он может этот же инстинкт использовать для того, чтобы создать большую прочную семью, с много детей, много внуков. Основа там есть, например, в один день с моим отцом умерла одна женщина, тоже есть синагоги, где я молюсь, молится один парень, Шмуэль, его зовут Шмуэль Бергман, и умерла его бабушка, родная бабушка. Так, когда она умерла, посчитали, сколько у нее в мире есть потомков, оказалось, что у нее тысячи человек потомков уже есть в мире, прямых потомков. То есть, она вышла замуж, она была спасенная из катастрофы, из концлагеря. Вышла потом замуж, ей было там 18 или 19 лет. Родила сама 9 детей. У 9 детей родилось тоже, они рано женятся, такие они, Иерусалим, Иерусалим рано принято было жениться, где-то в 20 лет. У каждого из ее детей было по 8 детей. Вот посчитайте. Значит, ей, допустим, 40 лет. У нее к 40 годам, к 60 годам, например, к 60 возьмем, у нее к 40, к 60. У нее ее 10 детей уже женились, и по 9 детей, 90 у них, например, тоже потомков. Ей 60, она умерла, ей было под 100 лет. Потом ей 80, у нее уже вот эти вот 100 человек, каждый родил по 8 детей. Уже 800, а ей всего 80. И к 100 годам у нее было уже тысяча потомков, представляете? Это она использовала инстинкт размножения, она его использовала как? Она его использовала для пользы дела. Тысячи человек привела в мир, представляете? Которые делали заповеди религиозные, все за нее молились. К бабушке. Где это было? Это было в Иерусалиме, в святом городе Иерусалиме. Но мы сейчас изучаем про зависть. И зависть это то качество, которое Всевышний вселил человека, чтобы мир развивался. То есть зависть, ты смотришь, что есть у другого. Сказал царь Соломон, что все, даже самые хорошие дела в этом мире сделаны из зависти. И человек хочет получить то, что есть у ближнего. Теперь Бог ему сказал на 10 заповедь на скрижалях, говорит, не возжелай жены ближнего своего, дома ближнего своего и всего, что у ближнего твоего не возжелай. То есть ты не можешь возжелать того, что принадлежит ближнему. А как же быть? Ведь Всевышний специально сделал, чтобы я хотел вас желать. И вот в этом моменте как раз и есть служение Богу и реализация своей души. Когда ты то, что делать нельзя, Бог запретил, ты не делаешь. То есть ты преодолеваешь свой инстинкт и ты ставишь свое духовное выше своего животного. И вот на вот этом вот тренажере ты все время, твое яд, твое самоосознание, оно все время на этом укрепляется, укрепляется. Ты кто? Или ты животное, или ты душа. И ты на каждом выборе, что я душа, я душа, я душа, ты набираешь вот эту духовную силу, которая в момент, когда тело отмирает, животное, оно по-любому умирает. Тело это вертикально ходящая лужа, которая по-любому отомрет. Но тот, кто накачал свою душу, укрепил ее, у него есть вот эта подъемная сила, и он в момент, когда тело отмирает, он на этой подъемной силе и уходит в вечность. А тот, кто никогда свою душу не укреплял, не занимался, то ему говорят, ну что, вам куда? Не понимаю. Ему говорят, вот ты жизнь прожил, сейчас духовный мир. Он говорит, я не понимаю, у меня нет терминологии, я всю жизнь занимался, только ублажал свое тело. Хорошо. Дальше объясняет нам автор этой книги про ненависть, он объясняет так, что про зависть, вот тут он пишет про ненависть сейчас, любой ненависти есть предел. Что это значит? Если есть причина для ненависти, например, там кого-то ограбили, вернули награбленное, ограбленное, он перестает ненавидеть. Например, даже такая вещь, там, я не знаю, кто-то кого-то изнасиловал, не дай бог, да? Но потом, когда насильника посадили в тюрьму на 20 лет, в тюрьме его тоже изнасиловали, то тот, кого изнасиловали или та, да, она скажет, ну все, уже у меня нет причины для ненависти, значит, он понес заслуженное наказание и ненависть проходит. То есть, с ненавистью исправлено и ненависть пропадет. Но не так дело обстоит с завистью. Значит, сказал мудрец сыну, мудрецы обычно говорят при царе Соломона, не завидуй брату своему из-за того, что есть у него, потому что он будет жить в довольстве, а ты насытишься беспокойством и горьким сожалением. Завистник и тот, кто желает чужого, жизни полна гнева. Они рождены на гнев. То есть, как с ненавистью, с завистью. Когда человек завидует кому-то, и у него этого нет, то он все время страдает. Все время он страдает. И тут самое удивительное, что он в это страдание вводит себя сам. То есть, у него вот это страдание, оно построено полностью и исключительно на способе его мышления. То есть, у него причин это нет. Нет. Есть у кого-то что-то есть. Ты видишь, что у кого-то что-то есть, у тебя этого нет. Теперь, если ты из-за этого страдаешь, это исключительно твой выбор. Потому что ты можешь этому радоваться, ты можешь вообще про это не думать. Но страдать, это 100% твой выбор. Теперь, древние мудрецы молились. У них была такая молитва в Иерусалимском Талмуде, в трактате Брахот. Есть эта молитва. Да, не позавидуем другим, и да, не позавидуют нам. То есть, они молились, и чтобы я сам не позавидовал никому, и чтобы не позавидовали мне. Задает автор книге вопрос, почему они молились именно об этом? Почему? В этом суть. Многие люди ведут к тому, чтобы им завидовали. То есть, многие люди, особенно в нашем поколении, весь Инстаграм, весь соцсети, они построены на том, чтобы показать другим людям что-то, что у тебя есть хорошее, чтобы они тебя позавидовали. Причем, к чему это приводит? Это приводит к, ну, из таких самых ярких, которые в этом были, преуспевали в этом. Да, это была Елена Блиновская, например. Да, она очень показывала красиво, ну, прям невероятно красиво, фильм о себе сняла. Ее день рождения на 200 миллионов рублей, это сколько 200 миллионов рублей, это 3 миллиона долларов она потратила на то время, на день рождения свой. Об этом знала вся Россия. Везде показывали, в новостях. Потом она сняла, чтобы уже совсем, уже все увидели, сняла ролик, заплатила за это. Это нет, без оплаты Собчак ничего не делает. Вот так просто, да? Она, значит, заплатила, чтобы Собчак показала, как она круто живет. И она именно даже настолько хотела показать, что как она круто живет, что она в этом ролике Собчак даже оскорбляла, чтобы показать, насколько уровень потребления Блиновской высоте относительно Собчак, которая звезда, она ей говорит, дайте я сейчас в морду там плюну. Я даже смотрел этот кусочек, мне она показала, говорит, смотри, какая Блиновская крутая. Теперь вот, и чем она закончилась? Жалко, что она не читала или на эту книгу. И при всех ее, я считаю, она сделала очень много хороших дел. Очень многим людям она помогла своими, я, например, как специалист могу сказать, что ее качество, ее тренингов, да, которые она была, относительно той цены, которую она брала, она великий мастер. И она помогла очень большому количеству людей, красиво, правильно рассказав открытие прикладной психологии. Там она, например, она озвучила книгу Джо Диспенза, один из самых известных в мире сейчас нейропсихологов. То есть она делала очень хороший продукт. Но вот именно из-за этого, о чем молились древние мудрецы, что, как они молились, да не позавидуем мы другим, и да не позавидуют нам. И из-за того, что она, наоборот, вот вторую часть, она делала осознанно, чтобы ей завидовали, я думаю, что это привело именно к такому моменту, что вдруг задумалась налоговая инспекция, обнаружила, что она не доплатила налогов на миллиард рублей. Хотя, опять же, это была обычная оптимизация налогов. Так делает очень много людей. То есть просто это была зацепка, через которую ее, сейчас она сидит в тюрьме, и это очень плохо. Так вот, многие люди ведут к тому, чтобы им завидовали. Надевая красивую одежду и не давая ближнему от своего, не помогая ближним. Они ведут к тому, чтобы им завидовали и желали их имущества. Потому-то мудрецы молились о других, чтобы не привести их к зависти. Есть запрет в Торе, который звучит так. Перед слепым альтитен мекшоль. Перед слепым не делай препятствия. Что имеется в виду? Раз зависть, она прошита в людей. То есть ты не можешь изменить мир. Бог так сделал, что зависть может человек только в себе. При огромном желании он сможет ее убрать или трансформировать на что-то хорошее. Теперь, зная, что это есть, и провоцируя других на преступления. Это как провоцировать, например, человеку нельзя пить. А ты ему говоришь, да давай выпей, ну что ты там выпей чуть-чуть за папу, за маму, за здоровье. Один раз ничего не будет. То есть ты его провоцируешь, а у него есть к этому склонность. И потом он пьет. Это преступление. Ты как будто бы перед слепым сделал препятствие. Вот почему, пишет автор книги, добрым поступком будет, если человек не наденет слишком красивую и роскошную одежду. Ни сам, ни жена его, ни дети его. То же касается еды и прочего. Чтобы другие ему не завидовали. А тот, кого создатель наделил богатством, пусть даст бедным и несчастным от богатства своего. Пусть мягок будет в обращении с ними. Пусть оказывает им добро и милость. И мы много говорили уже в предыдущих качествах о том, что насколько хорошо, если человек любим ближними своими. А кого все любят, не станут завидовать и не будут желать его имущества. Но как раз будут, не будут желать его имущества, это, я помню, очень часто, но я занимаюсь тем же бизнесом, что и Блиновской. В принципе, только намного меньше. Но я никогда не старался показать... Наоборот, это же я изучаю уже много лет, Торо. И я это знал уже раньше, что зависть, она вредит человеку. То есть, если ты сам кому-то завидуешь, это очень вредно. Если тебе завидуют, это тоже вредно. Я никогда старался не хвастаться никакими своими заработками, ничем. Всегда это скрывал. И как-то, значит, меня, когда всегда на тренингах спрашивали, у меня был вопрос. Вот я преподавал там что-то, и меня спрашивают, а вы-то сами там чего достигли? Сколько вы зарабатываете? Я на этот вопрос отвечал всегда двумя анекдотами. Я говорил, первый анекдот такой. Я говорю, вы знаете, когда прилетел один из Израиля, такой еврей-религиозный, и вон на таможне спрашивает пограничник, говорит, откуда прибыли? Он говорит, какие прибыли? Прибыли нет, одни убытки. Я говорю, у меня вообще прибыли нет, одни убытки. А второе, значит, я рассказывал тоже анекдот, когда чеченец поймал золотую рыбку, и он, значит, золотую рыбку, она ему говорит, загадывай желание. Он говорит, ну, у нас не по понятиям загадывать, у рыбок что-то просить. Рыбка говорит, ну, это такое правило, меня все просят, и я выполняю желание. Чеченец говорит, ну, например, кто у тебя был раньше? Ну, приведи пример желания. Она говорит, вот вчера был азербайджанец один, поймал меня и попросил миллион долларов. Чеченец говорит, а, ну тогда понятно, говорит, дай мне, пожалуйста, мое желание, дай мне адрес азербайджанца. Хочу адрес азербайджанца. Значит, это как раз вот этот вот момент, почему лучше скрывать свои заработки, почему лучше делать так, чтобы вам не завидовали. Потому что когда-то я еще запомнил в детстве эту историю, двоюродный брат моей мамы съездил, это было еще в 80-е годы, конец 80-х, съездил в Америку. И привез, вы замерите, компьютеры. Тогда компьютеры, там, только вот Эпплы эти появились. Я не знаю, какой компьютер он привез. Я знаю, я тогда был маленький, мне было тогда, 73-го года, 89-х, где-то 16-15 лет мне было. Уже не маленький, подросток. Но он в парикмахерской рассказал, что он привез компьютеры. А рядом сидели какие-то преступники, которые только вышли из тюрьмы. И они потом этого дядю моего, двоюродный брат моей мамы, они его пытали, они его там преследовали, они его полностью ограбили. Они у него забрали все, да, потому что он в парикмахерской решил похвастаться, рассказать, что вот он сейчас привез, продаст, и сколько денег он заработает. Я эту историю тогда запомнил, и как бы, ну, тогда, может быть, я не сопоставил, но сейчас мы видим, что действительно нужно стараться так, чтобы другие не завидовали и не желали твоего имущества. Чему сейчас современный мир очень противоречит с этим инстаграмом, где большинство показывают как раз свои уровни потребления, что смотрите, завидуйте мне. Теперь, дальше он говорит такую вещь, что тот, сейчас он переходит, мы чуть поговорили о том, чтобы не вызывать у других зависть, но теперь мы вернулись к тому, чтобы не завидовать самому, потому что тот, кто вызывает у других зависть, он же завидует другим. То есть это качество, оно очень-очень симметрично, да. То есть если я ценю и говорю, смотрите, какая у меня там крутая сумка, ну, к примеру, то я смотрю тут же, что у кого круче сумка. И в итоге обязательно есть кто-то, у кого сумка круче, потому что есть люди, которые на порядок более богаты, чем, там, например, у человека есть 10 миллионов, да, но он относительно того, у кого есть 10 миллиардов, он нищий. И если он ощущает, что он крутой, потому что у него есть 10 миллионов, то тогда он же ощущает, что он не крутой, потому что у него нет 10 миллиардов. То есть посмотри тогда, то есть он не может не смотреть наверх. Раз он смотрит вниз по его системе координат, то тогда у него есть низ и верх. Если человек говорит, мне Бог дал, и вот дальше он пишет так. Тот, кто остерегается завидовать, да, тот, кто сам лично остерегается завидовать, тело его не гниет, и черви не властны над ним даже в могиле. В Мишле и в притчах написано в 14 главе 13 отрывок «От зависти гниют кости». Прямо так написано, что от зависти гниют кости, и реально, когда человек завидует другим, он вместо того, чтобы от этого что-то получать, какую-то пользу, он получает от этого болезнь для своих костей. Зачем это ему нужно? Вообще не нужно, да? «В чем сердце нет зависти, его кости не гниют». Написано в Талмуде в трактате «Шаббат», 152 лист, вторая часть. Поэтому пусть человек удалится от зависти, и от желания чужого, и пусть не желает ничего чужого. Дальше идет тут притча интересная, я отметил, притча о желающем чужого и завистнике. Как-то они шли по дороге и встретили царя. И царь им говорит, пусть один из вас попросит у меня что-либо, я ему дам, а второму дам вдвойне. Завистник не хотел просить первым, потому что завидовал, что другой получит вдвойне. А желающий чужого, он тоже не хотел просить первым, потому что он хотел обе доли получить. Хорошо, они начали там спорить, кто будет первым просить. В общем, в итоге уговорил он тот, кто хотел в желающий чужого, уговорил завистника сказать первому, что он хочет. А завистник же, он же им управлял о зависть, и он думает, чему они будут завидовать. И он, знаете, что попросил у царя? Он попросил у царя выколоть ему один глаз, а его товарищи выкололи оба глаза. Вот такая вот тысячу лет назад была притча, да? Он тысячу лет назад эту книгу писал. Представляете? То есть, действительно, люди, которые завистники и желающие чужого, их жизнь не жизнь. То есть, они сами себя обрекают на постоянную погоню за тем, что ускользает, и никогда они не получат. Завистник всегда найдет, чему завидовать. А желающий чужого найдет всегда, значит, чего завидовать. Много зависти. Сколько зла происходит от зависти? Змей позавидовал Адаму, первому человеку, и привел мир к смерти. Дальше, что происходило с Каином? Каин позавидовал Эвелю, своему брату, убил Эвеля. Корах позавидовал Машер Абену, погиб вместе со своими семьями. Белям, Дуэк, Ахитофель, Дихази приводятся персонажи из Торы, которые все из-за зависти, они все погибли. И получается, они захотели того, что им не принадлежало, и они не только не получили желаемое, но у них отобрали и то, что у них было. Это тоже вот очень ярко, так в жизни видно, что бывает, что человек, который не ценит свое, и он все время хочет гониться за чем-то, чего у него нет, то часто бывает, что он теряет и то, что у него было, в погоне за тем, что есть у других. Пусть думает, что даже то, что есть у него, ему не принадлежит, ибо завтрашний день придет и не человека. Какая же ему польза в чужом имуществе, в том, что ему не принадлежит? Ты не знаешь, написано в Мишле, чем, что принесет завтрашний день. Получается, что даже то, что твое, оно как бы условно твое, потому что недавно мне кто-то говорил, что я прочувствовал, насколько умножающее имущество, умножает заботу. Кто там у меня, из тех, кто давно учится на уроках ТОРа, он говорит, вот ты знаешь, я стремился зарабатывать, благословения, все, и вот сейчас у меня там поперло, и говорит, у меня просто, я выжженный, я полностью опустошенный, у меня вообще ситуация, когда у меня, ну, действительно, добавилось в бизнесе, добавилось в имуществе, добавилось во всем, но только убавилось в спокойствии, в счастье и в радости, потому что теперь мне вот нужно все это удерживать, и я, просто радости вообще нету. Теперь, ну, дальше он пишет тут интересные вещи, есть, у зависти есть единственное ее применение, которое называется похвальное, да, зависть дурного качества, пишет Артаркниде, но иногда она весьма похвальна, и такой завистью обладают праведники, завидуя страху перед Всевышним, как сказано в притчах, не завидую грешникам, но всегда завидую тем, кто страшится Всевышнего. И сказали мудрецы, зависть мудрецов увеличивает мудрость, то есть, если есть зависть в духовной сфере, и ты думаешь, все, я очень хочу там, больше учиться, лучше соблюдать заповеди, больше молиться, быть более духовным, более благодарным, более счастливым, и ты видишь какие-то примеры, и ты завидуешь, но такой завистью, которая побуждает действовать. То есть, он пишет так, пусть человек позавидует сердце своем тому, кто учит целый день Тору, и скажет, он учится целый день, и я тоже буду. Пусть каждый, пусть каждый завидует тому, кто обладает добрыми качествами, исполняет заповеди, исполняет заповеди, и старается заимствовать его добрые поступки. То есть, вот этому можно и нужно завидовать, для этого, это как раз святое применение зависти, когда ты завидуешь праведникам, завидуешь тем, кто учится, учит Тору, работает над собой, работает над своими качествами, такие прям, вот, смотришь иногда, такие люди есть, такие спокойные, уравновешенные, радостные, веселые, счастливые, он такой, тут он с детками поигрался, тут он с женой такой вежливо разговаривает, у него все так ровненько, красивенько, утром он на молитве уже там с первым лучом солнца, он помолился, то есть смотришь иногда, думаешь вот, но когда ты думаешь, вот молодец, и я тоже так хочу, то эта зависть тебя побуждает двигаться в правильном направлении, все, на сегодня мы заканчиваем, вот последнее, то, что почерпнул, и прочитаю, пусть, пусть же всегда человек уважает тех, кто боится Всевышнего, изучает Тору, и занимается добрыми делами, пусть протягивает им руку помощи, и способствует им делам и деньгами, и другие позавидуют ему, и скажут, если мы станем так же поступать, то и нас будут уважать, и будут помогать нам, а потом, от не во имя, они перейдут во имя Всевышнего, это написано в Талмуде, в трактате Психим, то есть даже, даже если вначале человек делает это, для того, чтобы самому быть уважаемым, это неплохо, это неплохо, потому что, например, человек, который думает, вот вообще какие люди там молодцы, столько они жертвуют на добрые дела, столько они помогают, столько они делают добра, я тоже хочу, я хочу много зарабатывать, чтобы много жертвовать, то есть, но он это делает вначале не из-за действительно чисто духовных целей, а он хочет, чтобы там где-то была его табличка, где-то его имя, где-то он хочет с этими людьми быть вместе в одной компании, да, в благотворительности, но потом он, когда почувствует действительно духовный вкус вот этого вот настоящего, я закончу, есть интересная история про Ротшильда, Ротшильд очень много жертвовал денег, и барон Ротшильд, он был такой очень экстравагантный человек, о его экстравагантности говорит, например, то, что он ездил в его экипаж, тогда еще были лошади, был запряжен зебрами, то есть, он любил так показать себя красиво, потому что, не помню, или в Париже, или в Лондоне, он жил, по-моему, в Париже, но он, значит, ездил, ездил эти пазы, запряженные зебрами, и про него есть такая история, что его как-то тоже спрашивали, сколько у вас есть денег, и он говорил, да, я вам сейчас точно расскажу, и он открывал там какой-то свой блокнотик, тогда еще сто лет назад были блокнотики, и говорит, вот у меня есть там 32 миллиона каких-то золотых франков, и мы говорят, ну что вы прибедняетесь, у вас намного больше, что вы, Ротшильды, мы же знаем, что у вас больше, он говорит, все вот это имущество, которое на меня записано, оно не мое, я умру, и я его с собой не заберу, а вот эти 32 миллиона, это то, что я пожертвовал на добрые дела, на заповеди, мои пожертвования, это я прикрепил к своей душе, это моя инвестиция в мою душу, это навечно мое, а то, что на меня записано в этом мире, оно говорит условно мое, поэтому, сколько у меня есть денег, это непонятно, вот эти деньги, они реально мои, я их прикрепил к своей душе, они навечно мои, вот такая есть про него история, и мы можем тоже у него поучиться, только, надо всегда помнить, что если ты только даешь деньги на добрые дела, на Тору, и на святость, то ты очень правильно инвестируешь свои деньги, но в итоге подъемной силы этих денег может не хватить, как рассказывает, что умер один такой богатый еврей, его спрашивают, ну, говорят, извините, у вас не хватает подъемной силы, духовной силы, чтобы подняться в рай, он говорит, извините, но я очень много денег давал на дзаку, ему говорят, мы все понимаем, должно быть справедливо, деньги мы вам вернем, но понятно, что это шутка, мы уже деньги, когда он умер, не нужны, ему нужно было поднять духовную силу, но этого недостаточно, нужно самому обязательно, первый вопрос, это вопрос, на который у вас уже есть ответ, если вы присутствуете на уроках Торы, первый вопрос, который задают душе человека, установил ли ты время на изучение Торы, было ли для тебя важно, лично для тебя, важно, что бог от тебя хочет, если вы этому посвящаете время, то это и есть самая большая духовная силу, потом, когда вы разбираетесь, как система работает, понятно, что вы будете делать добрые дела, будете давать дзаку, будете помогать, будете больше учиться, больше молиться, больше благодарить, но самое первое, первичное, это разобраться, разобраться в том, как, что бог от вас хочет, как работает душа, как работает тело, как голова, поэтому Тора, она является самым важным, и поэтому платформа Вейкра, мы сконцентрировались на том, чтобы заниматься именно просветительской деятельностью, изучением Торы, обучением Торы, и вы тоже можете стать партнерами, значит, мы в 11.00, может быть, сегодня чуть позже начну, я должен доехать до одного места, и там, может, в 11.05, 11.10, я начну урок для партнеров и спонсоров, у нас есть отдельный урок, и с Божьей помощью, значит, встречаемся со всеми завтра в 10 утра, всем удачи, успехов, счастливо.